Приветствую всех на канале Матковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет. Привет. Итак, друзья, у нас сегодня годовщина. Уже сегодня ровно 4 года, как мы начали снимать наш YouTube-канал, который мы назвали Матковод. И, короче, у нас праздник сегодня, годовщина, 4 года. Если так посмотреть назад, кажется, вроде бы это недавно, недавно это было, но тем не менее, уже пролетело 4 года. За эти 4 года, ну, очень много чего изменилось. Ну, во-первых, мы абсолютно поменяли многое, что поменяли в своем пчеловодстве. Благодаря YouTube-каналу, потому что, когда мы начали показывать, как мы делаем, мы сами начали со стороны смотреть и начали замечать свои же ошибки. Также и вы нам подсказывали на какие-нибудь определенные интересные, скажем так, вещи, которые мы тоже начали у себя внедрять. И благодаря YouTube-каналу, ну, изменилось, можно сказать, все изменилось. И даже не только наше пчеловодство изменилось, даже наша, как бы и жизнь изменилась, потому что, ну, все изменилось. Потому что для нас на сегодняшний момент YouTube это уже, так что скажем, это настолько же основная работа, насколько и пчеловодство, скажем так. Так как вот сейчас, если так взять, ну, и распределить процентом соотношение, какое забирают у нас время YouTube и пчеловодство, это можно сказать 50 на 50. Так как это самокупность и стало одним целым, и мы как на то, так и на то стараемся уделять максимум времени. Конечно, это благодаря, конечно, и вам, подписчики, что вы с нами, что смотрите, делитесь этим всем, комментируете, общаемся, находим какие-нибудь общие интересные технологии и внедряем их в пчеловодство. Так что, ну, только благодаря подписчикам, и мы насобирали за это время такую армию подписчиков, такое количество просмотров, если взять это в цифрах, подписчиков сейчас около 61 тысяча 500 за 4 года получается, а если взять в просмотрах, это около 15 миллионов просмотров. Много это мало, немало, но тем не менее, это, эту отрасль пчеловодства, как на мой взгляд, это хороший показатель. Я очень, я очень счастлив, что я в какой-то один прекрасный момент, мне пришла эта идея, и меня поддержала в этой идее в момент создания ютуб-канала, Машенька меня поддержала, потому что, если бы она мне, ну, мне помогала, соответственно, это ничего бы и не случилось. А так как у меня появилась идея, я предложил Машеньке, давай попробуем снимать, она меня поддержала, говорит, ну, давай. И вот так это все родилось. Если смотреть самый первый наш ролик, я там стою, заикаюсь, я там не знаю, как подбирать слова, и, ну, я иногда даже сам, мне стыдно смотреть тот ролик, потому что, ну, как бы, как новичок там. Сейчас же у меня, конечно, язык более развязан, и я более свободно комментирую свои действия и тому подобное. Так что, ребята, также можно и отметить за эти четыре года определенные какие-нибудь достижения, конкретно касаемые ютуба. Вот в прошлом году, летом мы вам снимали ролик, ну, конечно, он такой сделал резонанс, скажем так, в ютуберских шарах, потому что многие отнеслись к этому, ну, скажем так, с подозрением, где мы снимали ролик о том, что у нас получилось с ютуба заработать на автомобиль. Мы этот ролик вам откровенно сняли, показали, думали, что это многих, как бы, на что-нибудь, скажем так, подвижет, потому что, ну, если вы, если у вас есть мысли, и они вас, как бы, останавливают определенные нюансы, так я хотел продемонстрировать то, что рискуйте, пробуйте, вот тут есть результат. Ну, конечно, этот ролик, конечно, ну, я имею в виду о том ролике, конечно, больше было людей, которые отнеслись к тому, что я соврал и тому подобное. Ну, ну, бог с ними, пускай, как хотят, так и думают, но, тем не менее, это одно из наших достижений, благодаря за эти 4 года, и я ему счастлив, так как, ну, этому нельзя не радоваться. Так что, друзья, если брать в количество видео, видео у нас сейчас уже около полторы, наверное, тысячи, но никто их не считает, сколько у нас прям видео, но, тем не менее, мы стараемся снимать каждый день по ролику, иногда у нас есть дни, где мы просто-напросто, ну, могли не снять ролик, это или приболели, или там были заняты, или были в отъезде, но эти дни очень редки, и иногда, конечно, в один день у нас может быть два ролика, соответственно, у нас практически, вот сколько прошло дней за эти 4 года, столько и снято роликов о нашем пчеловодстве, это конкретно наше пчеловодство, раньше у нас в описании в YouTube-канале нашем было написано, все о пчеловодстве, но спустя где-то 3 года ведения канала, я понял, что этот канал не о пчеловодстве, этот канал о нашем пчеловодстве, о конкретно нашем пчеловодстве, потому что это абсолютно пчеловодство другое, потому что каждый пчеловод видит пчеловодство по-своему, одному удобно так, одному удобно так, одному удобно так мне же удобно по моему соответственно я пытаюсь доносить свои как бы мысли свою практику свой результат вам потому что вот я придумал что-то вот я хочу облегчить какой-нибудь кусок работы я придумал технологию по облегчению это и начинаем что-то изготовлять например вот как сейчас на данный момент у нас идет опять внедрение в технологию это облегчение скажем так обслуживание нуклеусного парка это вот эта моя идея тянет за собой изготовление новых нуклеусов приобретения форм научиться работать с ппу новые подставки и тому подобное но очень много телодвижения которые мы сейчас вам демонстрируем как мы это все делаем и в итоге друзья результат же может быть непредсказуемый он как может быть положительный так конечно может быть и отрицательный но тем не менее вот вам наше пчеловодство где мы хоть тем показать свои наблюдения свои мысли и в итоге свои у свои действия к реализации этим мыслям и результат вот в чем заключается наше пчеловодство потому что на данный момент уже как как пчеловодить этого никого не скажем так не удивишь этим это если еще пять лет назад когда пчеловоды даже просто не понимали как это там я не знаю там ну вообще элементарные вещи делать в пчеловодстве это тогда было актуально начали на сегодняшний же момент пчеловодство приходит к новому уровню где просто надо уже не просто рамки були переставлять и или мед качать наручными догонки а сейчас же идет это скажем так механизация в пчеловодстве облегчение трудозатрат и в конечном итоге чтобы получать прибыль соответственно к чему и мы по мере своих знаний мыслей и предположений движемся в таком русле и это вам демонстрируем кто с нами кто учится как бы сказать на нашем канале кто берет для себя какие нибудь знания этих людей очень много потому что мы же общаемся с этими людьми неоднократно просто напросто уже даже немного надоедает когда начинают звонить спрашивать но я имею ввиду в каком плане надоедают приходит сезон активный надо очень много успевать делать тебе звонят а я там с разными вопросами конечно иногда неудобно отвечать отвечать приходится конечно иногда иногда просим перезвонить нам но тем не менее людей очень много огромное количество которые звонят за советами за различными нашими мыслями и тому подобное так что в любом случае кому-то то приносим какую-то пользу и это не может тоже не радовать так как изначально конечно так и было задумано помогать начинающим пчеловодам но потом конечно она переросла в то что переросло вот переросло сейчас на демонстрацию нашего пчеловодства нашего мотководства нашего не стояния на месте постоянной постоянного как бы сказать изменений и постоянных получения новых результатов соответственно это все благодаря youtube потому что если бы этого всего не было соответственно может быть и ничего у нас и не менялось пчеловодстве а мы бы может точно также оставались пчеловодом на старом уровне и получать старые же результаты но тем не менее вот если брать период когда в только с перед началом скажем так создание youtube канала и сейчас но если взять вот так в единицах например так у нас тогда было ну скажем так как это назовем но единиц пчелиных семьях пчелиных нуклеусах скажем так в половину меньше нежели щас но мы тогда на в два раза меньше чем сейчас есть тратили намного больше времени нежели щас тратим когда у нас на два раза больше соответственно вырабатывая какую-то определенную технологию мы смогли обслужить больше с меньшими затратами соответственно получить в итоге какую-то прибыль побольше и это зачем мы все работаем зачем мы все держим пчел зачем мы это все делаем конечно с одной только целью чтобы прокормить семью заработать немного денег и как-нибудь существовать в этом мире соответственно если у нас получилось этому нельзя не радовать так что друзья еще раз всех хочу поблагодарить вас наших подписчиков каждый день они добавляются каждый день уход не уходят другие приходят третье там появляются опять и тому подобное это постоянный как бы такой цикл новых подписчиков когда задают одни и те же вопросы но тем не менее всегда вам рады всегда по мере возможности стараемся ответить или в комментариях ну конечно я своей практике выбрал как бы общение через видеокамеру потому что если создается какой-нибудь вопрос мне на него легче снять видео нежели ответить в комментарии так как ответить комментарием ну у меня очень много идет на это времени так как правильно я в речи не могу иногда сложить правильную мысли но я хоть и и могу как-нибудь поправить языком а когда же это надо будет в письменном виде изложить какую-нибудь определенную мысль и для меня этого довольно сложно дается так что друзья вот так благодаря вам благодаря нам создался вот такой канал и пожинаем какие-нибудь плоды все друзья всех благодарю что вы с нами подписывайтесь на наш канал ставим классикам и нравится дизлайки все всем пока пока